Вся драма состояла в том, что в Чечне ничего подобного не было. Там не было никаких выборов, никакого референдума. Там произошел самый настоящий и очень жестокий захват власти бандой во главе с Джохаром Дудаевым. Мы, чеченский народ, тогда впервые увидели Джохара Дудаева на том самом съезде чеченского народа, организованном Верховным Советом. И он, Дока Завгаев, до сих пор, по сегодняшний день, он является российским чиновником. Он работает в МИДе России и носит зонтик за Лавровым. Это не Дудаев и не вооруженный бандит. Это официальная, легитимная власть на тот момент. Так, поговорим о Милове, о видео Милова. Про видео Милова. Нас более 4000. Думаю, уже можно. Итак, Милов опубликовал видеоролик «Первая Чеченская война». И перед тем, как я начну комментировать этот ролик, я бы хотел упомянуть свое отношение к Милову. Я считаю его грамотным и в целом очень полезным человеком в этой российской политике. И я был очень приятно удивлен, когда он прокомментировал работу редакции по взрывам домов в Москве. Милов дал очень хороший комментарий к этому фильму, прям хороший разбор этой темы сделал. И в целом он делает вообще очень хорошую аналитику по многим событиям, процессам происходящим или происходившим в России. И поэтому я был неприятно удивлен, когда посмотрел его видео «Первая Чеченская». И те выводы и тот анализ, который он дал в этом своем ролике, он, конечно же, но я с ним не согласен. И здесь очень важно сказать, что какое-то личное суждение Милова о каких-то личностях, даже если мы с этим не согласны, это вещи, которые мы понимаем и принимаем. Это его мнение, он имеет на это право. Как, допустим, его мнение о Джохаре Дудаеве, мы считаем этого человека героем и любим его. Милов же говорит, что он является бандитом. И это мнение Милова. Я не буду ничего по этому поводу говорить. Также я не против, когда у людей есть какая-то своя правда. То есть в любой войне, в любом конфликте всегда есть у каждого своя правда. И это тоже то, к чему мы отнесемся с пониманием. Но когда откровенно игнорируются, а тем более искажаются факты, скрываются от аудитории, это вещи, мимо которых пойти нельзя. И я сейчас буду говорить именно об этом. О том, что Милов почему-то скрыл некоторые очень важные, ключевые факты в истории становления чеченского государства и начала Первой Чеченской войны. И во многом исказил эти события. Милов рассказал о том, как разваливался Советский Союз, как республики, входившие в его состав, начали объявлять о своем суверенитете. И все республики, говорит Милов, сделали это в соответствии с международным правом и действовавшими законами СССР. Все, кроме Чечни. Чечня пошла по другому пути, говорит Милов. В Чечне бандит Дудаев с какими-то бандитами вооруженными захватил власть военным насильственным путем. Чечня не делала ничего того, что делали другие республики. То есть, другие республики проводили выборы депутатов. Депутаты уже декларировали независимость, либо они назначали референдум. На референдуме объявлялась независимость. А в Чечне был насильственный захват власти. Давайте две минуты послушаем то, что сказал об этом Милов. Милов, прошу прощения. Ну вот вторая проблема была куда серьезнее. И вот здесь о ней стоит поговорить особо, потому что, к сожалению, это была большая проблема 90-х. Вот наша либеральная демократическая общественность сразу изначально, ну по инерции, она поддерживала движение союзных республик к независимости и самоопределению. И когда вот независимость объявила Чечня, то тут же наши интеллектуалы все встали сразу на ее сторону. И фактически рассматривали эту историю как продолжение одной из другого. Но это не было продолжением движения к независимости союзных республик. Здесь существовало одно очень серьезное различие. Как объявляли независимость республики бывшего СССР? И вот мы рассказывали вам об этом в нашем цикле о последних годах Союза. Пересмотрите его. Там об этом отдельно шла речь. Это всегда шло исключительно по очень легалистскому такому законодательному порядку. Там в конце 80-х, в начале 90-х состоялись первые относительно свободные выборы республиканских парламентов, где большинство, это не оспарилось там ни союзной властью, ни кем, получили сторонники независимости. И они тут же провели заседание этих парламентов, где либо объявили независимость, либо назначили референдум о независимости. Вот, например, в Грузии и Армении такие референдумы в 1991 году прошли. И там был одинаковый, очень пугающе одинаковый результат. 99,5% жителей высказались за отделение от Союза. То есть был некий законодательный легитимный процесс через выборы с участием народа, который либо голосовал за депутатов, принявших декларацию независимости, либо прямо высказывался на референдуме. Вся драма состояла в том, что в Чечне ничего подобного не было. Там не было никаких выборов, никакого референдума. Там произошел самый настоящий и очень жестокий захват власти бандой во главе с Джохаром Дудаевым. Фактически что там произошло? Там вот такое движение за независимость сразу возникло. Вот в годы перестройки, в синхрон, в общем, с аналогичными движениями в бывших республиках СССР, которые в итоге стали самостоятельными государствами. И лидером чеченского движения за независимость стал Джохар Дудаев, который потом вот и возглавил эту непризнанную республику Ичкерии. Бывший генерал советских вооруженных сил. И несколько слов еще мы о нем потом скажем. Но им не удалось пойти вот по этому парламентскому пути, то есть избрать парламент, который объявил по независимости, и все было бы нормально. Итак, государства проводят выборы в парламент, депутаты провозглашают независимость, либо объявляют референдум. На референдуме люди высказываются за независимость, и таким образом страна становится суверенной. Но Чечня сделала иначе, говорит Милов. Там просто Дудаев пришел с вооруженными бандитами и захватил власть. И это уже не оценочное суждение, это искажение фактов. И поэтому именно вот этот момент в первую очередь я хочу опровергнуть. Для того, чтобы опровергнуть это, я думаю, Милову достаточно было просто загуглить эту информацию, и он, как и я, нашел бы, допустим, информацию про прошедшие в Чеченой Ингушетии выборы в 90-м году. Верховный совет Чечено-Ингушской СССР 9-го созыва. Выборы депутатов Верховного совета Чечено-Ингушской СССР 9-го созыва прошли в 1990-м году. В Верховный совет Чечено-Ингушской СССР были избраны 170 депутатов, среди которых 140 членов кандидатов и бла-бла-бла. То есть, процесс объявления независимости у чеченцев начался с того, что мы провели выборы. Верховный совет, то есть выборы депутатов. Эти выборы были проведены вместе с выборами в РСФСР, Верховный совет РСФСР. Они прошли одновременно. То есть, были избраны депутаты РСФСР, в которую на тот момент входила Чечено-Ингушская СССР. После этого, после того, как мы избираем этот депутатский корпус, Верховный совет ЧССР начинает процесс объявления суверенитета. Сначала, в июне месяце, декларируют независимость депутаты Верховного совета РСФСР. Этот день и считается, по-моему, в России днем независимости. Депутаты Верховного совета Чечено-Ингушской СССР в это время ведут подготовительную работу для подобного объявления суверенитета. В октябре, с 23 по 25 октября, по инициативе Верховного совета Чечено-Ингушской СССР, проходит съезд, всенародный съезд чеченского народа. Его организует легитимная власть, избранная народом. Верховный совет, мы помним, это власть, которая избрана народом, она является легитимной с точки зрения советского законодательства и международного права. Эти депутаты, Верховный совет, созывает съезд чеченского народа, который проходит в течение нескольких дней в Грозинском цирке. И там присутствуют чеченцы не только с республики, представители делегаты из разных районов, но также делегаты из Казахстана, то есть чеченцы, проживающие в Казахстане, чеченцы, проживающие в Иордании, в Турции. Это на самом деле беспрецедентное в новейшей истории мероприятие, когда реально огромное количество чеченского народа собрались и объявили о своем стремлении к суверенитету. После этого, после того, как этот съезд принимает резолюцию о том, что мы хотим и стремимся к независимости, после этого Верховный совет, опять-таки легитимный орган власти, избранный народом, принимает декларацию о суверенитете. Вот этот документ. Тогда, как вы понимаете, не было официальных сайтов, вообще не было никаких сайтов, поэтому принимаемые властью решения опубликовались в официальных СМИ. И вот в государственной газете «Голос Чечено-Ингушетии» опубликована декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. Я цитирую. Верховный совет Чечено-Ингушской республики, выражая волю народа Чечено-Ингушетии, сознавая историческую ответственность за судьбу чеченского и ингушского народов и их национальной государственности, уважая права и интересы представителей всех национальностей, проживающих в Чечено-Ингушетии, в целях создания условий для полноценного политического, экономического, социального и культурного развития народа, торжественно провозглашает государственный суверенитет Чечено-Ингушской республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство. Это делает не Дудаев с вооруженными бандитами. Я прошу заметить, что на тот момент, на момент объявления этого суверенитета, а эта декларация опубликована 27 ноября 1990 года. На тот момент Дудаев еще даже не политик. Мы, чеченский народ, тогда впервые увидели Джохара Дудаева на том самом съезде чеченского народа, организованном Верховным Советом. Мы увидели его там как генерала, как генерала чеченца, и он выступил на этом съезде и завоевал симпатии людей своей речью. Мы тогда только впервые с ним познакомились. И он на тот момент не захватывает власть, у него нет никаких вооруженных сторонников, никого. Он просто, побывав на этом съезде, возвращается обратно к себе в Эстонию, где он служит. Этот суверенитет, декларацию о независимости, объявляет не Джохар Дудаев, ее объявляет легитимная власть. Вот посмотрите, что после этого говорит док Казавгаев, председатель Верховного Совета Чечено-Ингурской СССР, а также депутат Верховного Совета РСФСР. На прошедшей сессии Верховного Совета Нашей Республики принята декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингурской Республики. Принятая декларация, как мы понимаем, создает объективные предпосылки к тому, чтобы духовно возрождался многонациональный народ Чечено-Ингурской Республики. Приняв декларацию, мы не допускаем и мысли о том, что это может привести в какой-то степени к самоизоляции от других народов и прежде всего от великого русского народа. Тут и речи быть не может о самоизоляции от других республик, от Союза СССР. А наоборот, мы считаем себя равноправным народом вместе с другими. Вместе с другими народами будем принимать активное участие в формировании нашего нового обновленного союза. Вместе будем готовить союзный договор и на равных правах его подписывать. Человек, выступивший на этом видео, на тот момент является высшим государственным чиновником на территории Чечено-Ингурской СССР. А на момент своего выступления он уже является председателем Верховного Совета Чечено-Ингурской Республики. То есть уже все, декларация принята, и она перестала быть автономной республикой в составе РСФСР. И он, доказавгаев, до сих пор, по сегодняшний день, он является российским чиновником. Он работает в МИДе России и носит зонтик за Лавровым. Это не Дудаев и не вооруженный бандит. Это официальная, легитимная власть на тот момент. Поэтому, когда Милов заявляет о том, что чеченцы сделали, что как-то не так, пошли каким-то не тем путем, не легитимным, а взяли в руки оружие и совершили там какой-то захват, это игнорирование фактов и их искажение. И это вводит в заблуждение слушателей Милова. Поэтому, я думаю, подобные вещи все-таки недопустимы. Далее, Милов рассказывает уже о дальнейших событиях. Он говорит, что в Чечне была оппозиция Дудаеву. А Дудаев, надо сказать, он уже после объявления суверенитета, он появится на политической арене Чечни гораздо позже, уже в 1991 году, когда мы уже будем независимым государством Чечено-Ингушской республикой. Дудаев станет политическим лидером. И Милов говорит о том, что у нас в республике была очень серьезная оппозиция Дудаеву. И они там мирно, значит, митинговали на театральной площади. Но Дудаев вместе с бандитами, они, значит, совершили захват власти. При этом был, значит, из окна выброшен из здания Грозненского Савмина, по-моему, был выброшен, значит, депутат убит. Битингующие были разогнаны, штурмом было взято здание ОВД, погибли люди. Руководил этим всем вот бандит, нехороший такой Шамиль Басаев. Но на самом деле, то, что происходило тогда в Чеченской республике, в Чечении, это были идентичные события тем, что происходили в России, в столице России, в Москве. Ровно то же самое. На тот момент политический кризис был и в России, и в Чечне. В России получилось двоевластие, когда был президент Ельцин, у которого была народная поддержка, он был избранным демократическим путем. И был Верховный Совет в лице депутатов, которые тоже были, являлись легитимной властью. Между ними произошел конфликт. Парламент парализовывал действия президента. Президент в ответ распускал парламент. И надо сказать, что то, что делал президент Ельцин на тот момент, было не конституционно. Он не имел права распускать парламент, но, пользуясь поддержкой народа, он делал это. То же самое происходило и в Чечне. Точно такой же был политический кризис. В парламенте какая-то часть депутатов ополчилась против Дудаева. Там был заблокирован кворум. На их сторону стал Конституционный суд, как и в России, кстати, тоже Конституционный суд стал. На сторону депутатов, забаррикадировавшихся в итоге в Белом доме. Точно так же, как и в Москве, эти представители депутатского корпуса начали организовывать митинги. В Москве они их организовывали перед Белым домом, в Чечне они организовывались перед Театральной площадью. Точно так же, как и в Москве протестующие в какой-то момент стали вооружаться и превратились в вооруженных бандитов, в Чечне тоже митинговавшие на Театральной площади ни с того ни с сего вооружились и превратились в вооруженных бандитов. Так же, как и в Москве, вооруженные бандиты пошли брать башню Останкина, то есть телевидение, пошли на захват, на штурм телевидения. Их чеченские коллеги, митинговавшие на Театральной площади, тоже пошли захватывать телевидение. Пролилась первая кровь и в Чечне, и в России. Эти вооруженные бандиты, митинговавшие, которых Милов назвал очень серьезной оппозицией Тудаеву, они убили действующего на тот момент депутата парламента Чечни Ису Арсимикова. Он шел для того, чтобы поговорить с митингующими, для того, чтобы каким-то образом попытаться разрядить обстановку, но был расстрелян. В Москве происходило то же самое. Погибли люди. Те, кто пошли на штурм грозенского телевидения, убили охранявших это телевидение двух сотрудников МВД. После этого люди вышли для того, чтобы как-то решить эту проблему, двинулись на это телевидение, они убили мимных людей. То же самое происходило и в Москве. Точно так же были жертвы среди митинговавших. Это были идентичные ситуации. Когда ситуация вышла из-под контроля, когда уже пролилась кровь, Дудаев принял решение разогнать митинг, разоружить бандитов и навести порядок. Точно так же поступил и Борис Ельцин. Он тоже решил навести порядок и обезвредить, разоружить вооруженных людей около Белого дома. Но разница в этих двух событиях в том, что Дудаев не ввел танки, бронетехнику. Он не стал расстреливать митинговавших или их укрепления. В Чечне, да, прошел штурм здания УВД, там оно было захвачено, были арестованы и при этом были какие-то жертвы с обеих сторон. Но эти жертвы не исчисляются десятками. Это были единицы людей. В отличие от Москвы. В Москве при штурме Белого дома погибло более 150 человек. Это колоссальное количество жертв. А тот человек, которого упомянул Милов, которого якобы выбросили из окна, после этого как-то усмехались. На самом деле я разговаривал с несколькими депутатами первого чеченского парламента, первого созыва. И они все говорят о том, что его никто не выбрасывал. Он, чтобы не быть арестованным, он попытался сбежать через окно и действительно выпал. И в пользу этого говорит также то, что после того, как он упал, его отвезли в больницу. Те люди, которые его якобы выкинули из окна, они его отвезли в больницу. Он там скончается. Это нелогично, что люди, выбрасывающие человека из окна для того, чтобы его убить, потом везут его в больницу. Но, допустим, что это было так, как указал на это Милов, допустим, его даже и убили, выбросили из окна. Но это все равно несравнимо с тем, что происходило в Москве, когда просто из танков мочили Белый дом и при этом погибали сотни людей. Ведь это колоссальное количество жертв. Но я обратил внимание на то, как Милов по-разному отнесся к этим двум событиям. Я специально посмотрел, у него есть отдельный ролик по поводу событий в Москве. И в Москве Милов называет бандитами тех, кто забаррикадировался в Белом доме. Он называет их бандитами и явно поддерживает Ельцина. Хотя он признает, что нельзя было, конечно, выйдить танки, наносить удары по Белому дому. Это было сделано неправильно. Критикует Ельцина. В чем я, конечно, с ним полностью согласен. Но в Чечне Милов точно таких же забаррикадировавшихся вооруженных преступников, бандитов, он называет оппозицией Дудаеву. А Дудаева, наоборот, называет бандитом, который захватил власть и как-то поступил неправильно с этими митинговавшими. Это очень несправедливо. И мне бы хотелось, чтобы в этом вопросе Милов проявил справедливость и правильно охарактеризовал этих людей. Если они являются оппозицией Дудаева легитимной, то и здесь это тоже такая же оппозиция должна быть и в Москве. Тем более, что те, кто находились в Белом доме, ведь это была легитимная власть. Это были избранные народом депутаты. И на их стороне был также Конституционный суд. Но пользующийся поддержкой народа Ельцин пошел на то, чтобы навести этот порядок. И я, как и Милов, считаю, что это было обосновано. Но точно так же это обосновано было и в Чечне. В Чечне была ровно такая же ситуация, когда парламент при поддержке Конституционного суда, при поддержке каких-то деятелей известных, забаррикадировался в здании УВД Грозного на театральной площади. И они тоже как бы, да, действительно легитимны. Это ведь парламент, это власть. Но Дудаев, он пользовался колоссальной поддержкой народа. Хоть Милов это и не захотел признать, но там была колоссальная поддержка народа. Это очевидно. Это невозможно не признать. Он оказался в такой же ситуации, в которой оказался Ельцин. И Дудаев тоже принял точно такое же решение навести порядок, как и принял его Ельцин. Поэтому неправильно здесь считать одних бандитами, а там считать других. И мне было очень неприятно, и даже местами резало слух, когда Милов говорил о жертвах войны. И чувствовалось, что он переживает по этому поводу, ему действительно это причиняет страдания. Но при этом он говорил исключительно о погибших солдатах, о солдатах-срочниках, о солдатиках. Только о них. И ни слова ни разу не сказал о сотнях тысяч погибших мирных жителей Чечни. И это не только чеченцы. Если кто-то думает, что это же чеченцы, что их там убивали. Поверьте мне, это не только чеченцы. У меня были соседи русские люди, у меня были учителя в школе русские люди. И у нас были очень теплые, дружественные соседские отношения. И все эти люди погибли. И погибли они от российских бомб и артиллерии. Никто из них не погиб от бандита Дудаева или от злых чеченцев. Они все погибали от действий российских военных. И мы под этими бомбами в перерывах их хоронили. Наших русских соседей, наших учителей. Поэтому эта война, она уничтожила очень много мирных людей. И это главная трагедия. Это главные жертвы этой войны. А убивали этих людей те самые солдатики, по которым скорбит Милов. Эти солдатики, срочники, они пришли в Чечню для того, чтобы убивать этих мирных людей. И убивали их. Они убивали нас. Поэтому, ну это очень кощунственно в этой ситуации, говорить о каких-то бедных солдатах, при этом ни словом не упоминая мирных жителей. А если эти солдатики, эти военные преступники, оправдываются только лишь из-за того, что они являлись регулярной армией легитимного государства, то точно так же должны оправдываться и солдатики СС. Солдатики вермахта. Они тоже ведь были солдатами-срочниками легитимного на тот момент, признанного всем миром государства. Если мы здесь находим им оправдание, то нужно будет найти оправдание этим. Я надеюсь, я бы очень хотел, чтобы Владимир Милов посмотрел это видео и сделал ремарку к своему ролику. С учетом тех фактов, которые я привел. Если он перепроверит эту информацию, ее найти несложно в интернете. Все эти предъявленные документы или видеоролики, они все взяты из интернета. Я думаю, что точно так же он их легко сможет найти и перепроверить. Ну и в заключение я хочу сказать, мы в целом с уважением относимся к Милову. И когда человек из команды Навального, уважаемый нами, делает такие заявления, говорит о таких вещах, у нас появляются мысли, что хрен он редкий, не слащий. Поэтому очень бы не хотелось, очень бы не хотелось иметь такие мысли. Я считаю Милова человеком, с которым можно вести диалог, вполне адекватным, умным, грамотным человеком. Поэтому я сделаю это разъяснение не в форме какого-то упрека, а в надежде на диалог и на то, что он, посмотрев это видео, исправит те ошибки, которые он допустил в своем ролике. Ну и в этом ролике, конечно, было сказано много правды. Действительно, где-то была обоснованная критика, были какие-то обоснованные замечания, и с этим спорить невозможно. Да, действительно, проблемы, конечно, у нас были, и мы ни в коем случае не идеализируем свое государство, но оно было абсолютно легитимным, оно было провозглашено в соответствии с международным правом и законами СССР. Субтитры создавал DimaTorzok